Очень дорогой автомобиль Mercedes-Benz G-класса в народе Геленваген сгорел в Красноярске. Автолюбители заметили охваченное огнем авто на обочине на Молоково. Силами двух пожарных машин и восьми пожарных пламя потушили. Погибших и пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД прямо посреди дороги жестко скрутили убегающего мужчину. Все произошло на улице 78-й добровольческой бригады. Выяснилось, что полицейские пригласили мужчину стать понятым при оформлении аварии. В ответ он якобы стал вести себя подозрительно, а потом вообще бросился бежать. Позже мужчину отпустили, действия сотрудников проверяют. Пьяный мужчина в Железногорске катался по городу, причем в его машине в это время был 11-месячный ребенок. Полицейский заметил, что Митсубиси едет как-то странно и попытался его остановить. Но водитель не послушался. Началось преследование и в какой-то момент машину остановило ограждение садового домика. Мальчик не пострадал, водителя ждет крупный штраф и лишение прав. Ограничить прогулки детей в детских садах во время режима неблагоприятных метеоусловий предложил депутат-эколог Сергей Шахматов. Он предложил созвать совещание и изменить городские акты так, чтобы во время НМО отменяли уличные занятия физкультуры, детсадовские прогулки и так далее. РТелеком Холдинг завершает первый этап по подключению социально значимых объектов к интернету. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» компания обеспечит доступом в сеть 2209 объектов. Это школы, больницы, пожарные части.